Поживем пока у родственников, у них бесплатно. Однажды в субботу ранним утром в доме Николая и Людмилы Ивановых раздался звонок. Когда хозяин открыл дверь, на него обрушилась мощная цунами объятий дородной дамы, показавшейся еще не проснувшемуся Николаю слегка знакомой. — Племяш, родименький, не ждал небось, а мы вот сюрприз тебе приготовили, встречая родственников. Николай растерянно потирал заспанные глаза, пытаясь разобраться, кого это к ним занесло с утра пораньше. Но женщина, как могучая река, уже снесла его в сторону и проникла в прихожую. Вслед протолкнулись еще два щуплых незнакомца в одинаковых комбинезончиках и панамках. У одного из них в руках была собачка, у другого чемодан. Так уж вышло, что Ивановы живут вблизи культурной столицы нашей родины, а кому не хочется хоть иногда приобщиться к великому. Только вот приобщение это в славном городе на Неве — очень затратное занятие. Вот и двоюродная тетушка Николая, Марианна Львовна, которую он видел всего раз в жизни на похоронах бабушки, вдруг вспомнила о родственных связях. — Ну ничего, Калюня, мы у вас поживем. Много места не займем. Знакомься, это моя дочь Крися, а это ее муж, мой зять Родик. Тетушка указала на того, кто был с чемоданом. Крися и Родик хором буркнули нечто приветственное ошарашенному хозяину и поставили собачку с чемоданом на пол. — Ну что, племянничек? — Мариана вновь оплела Колю крепкими объятиями. — Не тушуйся, показывай, как живешь. — Да на стол давай кидай, гости-то с дороги. Ты не подумай, мы не с пустыми руками прибыли, все честь по чести. Через несколько минут дама гордо выгружала на кухне богатые гостинцы. Это оказалось кило картошки, небольшая нарезка вареной колбасы и полкило яблок. — А как же собачка? Ей же тоже кушать нужно. Подключилась Людмила, жена Николая. Как приветливая хозяйка, она уже принялась готовить завтрак для незваных гостей. — Масюся? — Да, она почти ничего не ест. Кусочек колбаски и ладно. За завтраком хозяева как бы невзначай попытались выяснить, когда же гости планируют переехать в гостиницу. Выяснилось, что никогда. — А что там делать? Это ж знаете, каких денег стоит. Тетя Мариана возмущенно сложила брови домиком. — А тут у вас и так все дорого. Куда ни пойди, то сто рублей отдай, то тысячу выкладывай. Совсем заелись вы здесь. Фраза прозвучала как обвинение всем питерцам вообще и Ивановым в частности. Коля смущенно отвел глаза, не зная, чем парировать. Крися с Родиком за это время смолотили всю привезенную колбасу с яблоками и принялись за яичницу, что нажарила Людмила. Масюся лежала под столом, грустно глядя на завтракающих хозяев. Коля бросил ей под стол свой кусок колбасы и вздохнул. Ладно, всего пару дней помучатся. Глядь, к концу выходных гости съедут. Но Мариана Львовна немедленно разрушила план племянника. — Да у вас тут разве за два дня все пересмотришь? Уж коли приехали, надо все обойти, чтоб дважды на дорогу не тратиться. Не переживайте, вы нас целыми днями видеть не будете. Что правда, то правда. Целый день Мариана, Крися и Родик изучали культурные достопримечательности Питера и окрестностей. Масюсю оставляли дома под предлогом того, что с собакой в культурные места не пускают. Зато по утрам гости, полностью занявшие проходную комнату, поднимались в пять утра и начинали громко переругиваться между собой, споря, куда сегодня лучше пойти и как выстроить маршрут. Между делом опустошали хозяйский холодильник, накануне заботливо наполненный людочкой. А позавтракав они набивали сумки провизией, про запас. «А что?» – жаловалась тетушка. «У вас даже в столовых цены ломовые, нормально не поешь. Надо на день хоть бутербродиками запастись». Вечером, переполненные культурными впечатлениями, гости вваливались в дом и вновь начинали искать, чем подкрепиться. «Коля, мы тут у вас курочку возьмем, а мяско и маслице тоже». Первые дни Людочка готовила на всю Араву, стараясь угодить гостям. В понедельник вышла на работу, и ей стало некогда. Еда упростилась, а тетушка обиделась. Вытащила остатки хозяйских припасов и, сооружая себе дополнение к скудному ужину, жаловалась, что законы гостеприимства нынче никто не желает соблюдать. А ведь они привезли с собой много провизии. И куда она делась? По ночам спать было невозможно. Тетушка засыпала исключительно под громкоорущий телевизор и раскатисто храпела. Рядом, на надувном матрасе, похрапывали, присвистывали и подпевали Крися и Родик. А так как комната, где остановились гости, была проходной, попасть в туалет и ванную для хозяев стало то еще проблемой. Там постоянно заседали гости, то принимая ванну, то наводя марафет. Про бедолагу Масюсю они вовсе забыли. Купили пару пакетиков корма, отдали хозяевам с наказом кормить питомца три раза в день. И на этом успокоились. Выгуливать собаку они не успевали, полагая, что та и сама прекрасно выгуливается по хозяйскому огороду. Тихая Масюся терпела до последнего, отсиживаясь под хозяйским диваном. И только в последний момент начинала скулить, робко глядя на чужих людей, у которых ее бросили. Коли с Людой жалко было собачонку, а еще жальче собственный огород. Вот и выгуливали сами, а заодно и подкармливали. Масюся, в отличие от хозяев, на еду не накидывалась и не жаловалась, а благодарно принимала любые подношения, виляя хвостом и вновь отползала под диван. Больше недели длилось это безобразие. И, наконец, гости съехали, оставив в бюджете семьи Ивановых огромную прореху. Собирались на поезд они так же шумно, суетились, ругались. Складывали остатки провизии Ивановых к дорогу. В вагоне-ресторане же дорого, без конца что-то спрашивали у Коли с Людой. А те были готовы отдать все, лишь бы побыстрее остаться одним. Прощаясь, тетушка крепко прижимала к себе Колю и уверяла, что всегда ждет любимого племянника в гости с ответным визитом. Когда, наконец, они уехали, Ивановы дружно рухнули на любимые кресла, недоступные им больше недели. Вздохнули, расслабились, включили телевизор. Но из-под дивана на них смотрели два несчастных глаза. Гости забыли Масюсю. Бросились звонить, но те уже опаздывали на поезд и возвращаться не собирались. «Пусть у вас поживет пока. Я тебе денег на ее содержание закину», — кричала в трубку тетушка. «А как в гости к нам приедешь, так и вернешь ее». Разумеется, денег на содержание Масюси никто Ивановым так и не закинул. Через месяц, отправляясь в отпуск, Коля набрал тетушки. Они с Людочкой решили сделать крюк, чтобы вернуть собаку и остановиться у родственников на пару дней. Благо, Мариана Львовна жила недалеко от моря. Та в ответ рассыпалась в извинениях. Мол, никак-никак не сможет принять дорогих родственников. Сейчас самый сезон, и она принимает постояльцев только за деньги. Мест нет. Все расписано на несколько месяцев вперед. А Масюсичка пусть еще немного у них поживет. Им же не сложно. А она в следующем году как поедет в Питер, так и заберет. Подумав, Николай с Людмилой взяли, да и выставили тетушке счет за содержание питомца. Получить деньги они не рассчитывали, зато были уверены, что она никогда больше не завернет к ним погостить на таких условиях. А по поводу собачки, Коля с Людмилой даже обрадовались. Они уже привыкли к Масе, а она к ним. Сейчас это уже не та забитая Масюся из-под дивана, а любимый питомец семьи Ивановых. Ивановых.